МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У предпринимателей Хакасии началась жаркая пора. Сегодня не борются за гранты и субсидии. Деньги дает правительство республики. Естественно, схватка не на кулаках, а сугубо на аргументах. Необходимо доказать, что именно вашему предприятию нужна финансовая поддержка. Для этого предприниматели выносят на суд экспертам свои бизнес-проекты. К примеру, чтобы открыть какое-либо производство или расширить уже действующее предприятие. Убеждать придется не одного-двух человек, а целый совет по экономическому развитию Хакасии. Гранты и субсидии. При этом одна из мер поддержки малого и среднего бизнеса. Правительственный подарок до 3 миллионов рублей. Сумма, прежде всего, зависит от привлекательности проекта. Сколько рабочих мест дает организация, какую прибыль приносит ее работа. Если вы новичок в бизнесе, для вас основная задача доказать, ваша бизнес-идея выгодна для экономики Хакасии. А вот тем, кто на рынке крутится многие годы, с этим проще. Реальные цифры по доходам и темпам роста – весомый аргумент для комиссии. Сегодня идет конкурсный отбор тех, кто попадет на заседание совета. Среди претендентов – строительные фирмы, предприятия по выпуску хлебобулочных изделий, транспортные компании и организации по производству металлоконструкций. Следующим этапом будет объявление отбора уже на предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям, субсидии на приобретение оборудования, субсидии по договорам лизинга. Общий объем средств сейчас уже по текущему году на всю поддержку предпринимательства составляет в пределах 60 миллионов рублей. Плюс еще здесь дополнительные деньги, которые мы выделяем на развитие промышленного парка. Котельный завод МС уже становился счастливчиком в прошлом году. Предприятие выпускает отопительные печи, котлы и другие металлоконструкции. В Акасе работает более 15 лет. За это время не только расширил свое производство, но и улучшил условия труда. Свою продукцию завод продает не только в нашей республике, но и в соседних регионах – Туве и Красноярском крае. Мы стараемся, конечно, здесь применять все более современные способы и методы обработки металлов. Например, сручную сварку мы заменили полуавтоматической сваркой. Приобрели плазменные установки, которые позволяют режать металл достаточно большой толщины. В прошлом году завод подал заявку в правительство республики с просьбой помочь в организации двух выставок. Сумма небольшая – 60 тысяч рублей. Но выдергивать деньги из оборота в сезон продаж – все же заметные убытки. Субсидию Совет по экономическому развитию одобрил. Суммы небольшие, но они существенные, потому что это очень удобно. И когда участвуешь в выставке, это все возмещается назад. Большая часть населения, например, как в Кызыле, они мало знают о нашей продукции, о наших котлах. А участвуя в выставках, это, конечно, позволяет как-то продвинуть продукцию. В планах претендовать на более солидную сумму. Тем более, что сейчас предприятие строит новые цеха, и чтобы их заполнить оборудованием, понадобится немалая сумма. Сегодня на заводе трудятся 30 человек. С увеличением количества помещений откроют новые рабочие места. Только за 2012 год в Хакасии гранты получили свыше 200 предпринимателей. На их проект республика выделила практически 160 миллионов рублей. Казалось бы, зачем Хакасии тратить столь солидную сумму? Какая выгода – направлять эти средства, допустим, не в социальную сферу, а в бизнес? Однако специалисты уверяют – затраты окупятся сполна. Деньги в бюджет республики вернутся в виде налоговых поступлений. Интерес региона на этом не исчерпан. Грантами правительство развивает приоритетное направление. Это производственная сфера строительства, здравоохранения и образования. Причем охват при распределении грантов – вся республика. Пока экономисты подсчитывают еще только будущее, плюсы от грантов, о реальных результатах говорит статистика. За прошлый год число предприятий в Хакасии увеличилось. Оборот малого бизнеса достиг суммы практически в 16 миллиардов рублей. Отчисления в казну в виде налогов также стали больше – на 190 миллионов. Помогать малому и среднему бизнесу республика будет и дальше. Возможно, уже в этом году при мониторинге эффективности учтут и ваши предприятия – успешное и процветающее. Стать претендентом на гранты несложно. Достаточно собрать документы и подать заявку в Центр поддержки предпринимательства. Он находится по адресу Абакан, улица Щетинкина, 18. Первые комиссии пройдут уже в августе.